Ирина Анатольевна работает в управляющей компании. Проверка придомовых территорий по утрам – одна из обязанностей, возложенных на мастера по благоустройству. Зайдя во двор, увидела, лежал, ну как бы, не чемоданчик, а подумала сначала, что это мало ли что, боялась, что мало ли рванет. Приоткрыла, увидела компьютер. Не стала в нем сильно копаться, боясь, мало ли что. Понесла в полицию. Хозяин дорогого ноутбука, известный в Саратове музыкант Александр Блонский, обнаружил пропажу, лишь когда оказался дома. Несколько дней он пытался отыскать технику своими силами. Ну, сначала, конечно, я там, ну, как-то друзей подключал, там, просил, так сказать, тоже уточнять, там, узнавать. А потом вот понял, что, наверное, все-таки имеет смысл подключить сотрудников правоохранительных органов, профессионалов. Находку, которую обнаружила и принесла в полицию неравнодушная женщина, Александру вернули в тот же день. На память оставили и заявление о краже, посоветовав быть внимательнее к дорогим вещам. Еще один совет от полицейских – не присваивать чужие вещи. В случае, если вы нашли чужую вещь, ее необходимо вернуть собственнику. Если хозяину установить не удалось, находку следует отнести в ближайший отдел полиции и пояснить, при каких обстоятельствах и в каком месте была найдена данная вещь. Помните, что присвоение чужого имущества обернется для вас уголовным делом. За активную гражданскую позицию и помощь сотрудникам органов внутренних дел жительницы Саратова вручили благодарственное письмо. Ирина Анатольевна говорит, что не совершила подвига, ведь именно так должен поступить каждый – вернуть чужую вещь хозяину. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.